Всем привет! Меня зовут Ольга Ольнева. Я приехала к вам из Нижнего Новгорода. Я люблю город Казань, бываю здесь периодически. Раньше ездила сюда с мастер-классами, так как я с 2016 года творческий предприниматель. У меня есть своя онлайн-школа с 2018 года, где я обучаю профессии декоратор. И ученицы могут получить диплом государственного образца, потому что моя обучающая программа аккредитована при государстве. Я основатель студии декора в Нижнем Новгороде и в Москве. Кстати, кто видел большие цветы в витринах, крылья, фотосессии, вот эти все? Видели декорации в торговых центрах, оформление мероприятий? Вот это в том числе мои ученицы создают благодаря моей онлайн-школе. Завтра мы как раз с ними встречаемся. Я коуч, НЛП, мастер и практик, эксперт по работе с мышлением. Также я как духовный наставник выступаю для своих учениц, и тех, кто ко мне приходит на наставничество. Я автор тренингов по духовному и личностному росту. И сейчас являюсь наставником и ментором для предпринимателей и экспертов, у кого есть твердая экспертность, кто хочет выйти в онлайн, кто хочет запустить свой онлайн массовый продукт или продавать тоже свое наставничество, личную работу за высокий чек. Собственно, я с этой темой сюда и приехала. Ну и я просто человек, который очень любит новое, прыгать с парашюта, с банджи, катаясь на водных, горных лыжах, на вейкборде, веду суперактивный образ жизни. Даже могу сказать, что я еще и эксперт по проявленности, потому что люблю выступать на телевидении, на радио и просто на улице читать стихи для незнакомых людей. Как зарабатывать 1 миллион на своей экспертности без команды? У меня есть своя команда, большая, а я здесь читаю, как же без команды. На самом деле у меня сейчас 20 человек, начинала я абсолютно с нуля, в моей семье не было ни одного предпринимателя, я не знала, как выстраивать бизнес. И всегда говорила, что я чисто творческая фея, никакой я не системный человек, и таблички я на самом деле ненавижу. И слушая, конечно, Ленара сейчас, понимала, что слава богу, что я все это делегировала, потому что это совершенно не моя история. Первое, что нужно сделать эксперту, во-первых, давайте спрошу, кто здесь считает себя экспертом в своей нише? Так, ну здесь я уже слышала. Вот девушка поднимала руку. Да, в чем вы, ну вы тоже выходите, в чем вы эксперт, напомните? Это продающий контент. Продающий контент. Это услуга. Зарабатываете на своей экспертности? Вы в чем эксперт? Я эксперт попадаю в готовый бизнес. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Получается, вы помогаете продавать готовый бизнес. Я беру полностью для себя все процессы, то есть эту услугу вас есть. Понятно, это услуга, а здесь есть разные вещи, да, то есть я обучаю декораторов новой профессии, а еще я обучаю экспертов, как начать, ну как создать свой продукт и зарабатывать на этом, то есть это разное. Это маленький продукт, который помогает в принимании фонтамины. Вот, вот это, вот я сейчас об этом, чтобы вы понимали разницу, да, вот кто зарабатывает на своей экспертности, не на услуги, а на экспертности. То есть смотрите, у меня есть своя онлайн-школа, и я там преподаватель, продюсер, маркетолог, собственник, ну у меня там есть команда, а в наставничество ко мне приходят, чтобы я оптимизировала процессы в онлайн-школе не своими ручками, да, а через свой опыт, чтобы помогла эксперту поверить в себя, чтобы мы прокачали мышление, и человек смело называл цену за свои услуги. Даже есть такие проблемы, я думаю, что многие с этим сталкивались. Кто зарабатывает на своей экспертности? Какая ниша? Получается, это услуга, а вот прям на экспертности. Ты умеешь это делать, ты передаешь кому-то эти знания, как это делать? Да. И на этом зарабатываешь? То есть. Это как твоя личная работа или есть курс? Нет, это можно сделать. Можно на автопате еще поподробнее. Очень интересная тоже, да, ниша. Вот. Кто делал распаковку хоть раз в жизни, экспертности своей? В табличке? Я веду телеграмму, канал. Канал. Классный, кстати, да, лайфхак. Не распаковывали свою экспертность? Первое, что нужно сделать, это сделать распаковку. Но это не классическая история с табличками. Это классно, это можно, это нужно, но это не поднимет вашу самооценку. Чтобы действительно понять, какой вы эксперт, нужно выйти к аудитории и начать давать пользу бесплатно. Начать делиться. И вы увидите, а вообще ваша экспертность кому-то нужна, она кому-то помогает. И когда вы увидите, что да, это нужно людям, и у них происходят изменения, они получают классные результаты благодаря вашему опыту и знаниям, вы поймете, что это можно монетизировать. Забыть все, чему учили на массовых курсах по продюсированию и запускам. Очень многие эксперты начинают смотреть на крупных блогеров-миллионников. Я крупный блогер, не миллионник, но у меня 210 тысяч подписчиков в Инстаграме, 46 тысяч на Ютубе, то есть у меня ТикТок 158 тысяч, у меня активы большие, плюс есть своя база за время работы в инфобизнесе и запусках. И мелкие эксперты, мелкие не в плане масштаба личности или экспертности, а в плане ресурсов, да, смотрят на крупных блогеров и идут по классическому инфобизнесу. Создают, знаете, продукт с тремя вот этими тарифами, делают длинные вебинары, на них очень быстро выгорают, пытаются из 100 своих подписчиков выжить вот те самые миллионы, о которых все говорят, и миллиарды. Но на самом деле путь к высокому заработку у экспертов, у кого нет еще пока большой аудитории, это личная работа, это консультирование за высокий чек. То есть просто, ну, не выжимайте вы свою аудиторию, 300 этих человек, где половина ваших соседей, одноклассники, которые вас не будут покупать, хотя как вы будете продавать. Вот кому сейчас откликается то, что я говорю, и проваливается, понятно? Полезно вообще, кстати? Да? Спасибо. Сделать анализ целевой аудитории конкурентов. Здесь ничего нового в целом, да? Просто многие пренебрегают этим и живут в таких фантазиях. Я здесь один, и рынок сейчас завоюю, и на самом деле надо знать своих конкурентов лицо, и вообще еще лучше с ними дружить. Я дружу всегда с конкурентами, с теми, кто адекватен, скажем так. Вот. И анализ делать, конечно, аудитории, постоянно отслеживать, кому вообще интересны вы и почему. Лично провести глубинные каздевы. Кто каздевит свою аудиторию лично? А что значит глубинные? Пару слов. Кто готов сказать? Чем глубинные отличаются от неглубинного? Смотрите, я сама очень долго не проводила каздевы, и это делала моя команда. И потом я поняла, что я как будто связь с ней теряю, понимаете, с аудиторией, со своей. То есть они мне присылают просто таблички, а люди это не таблички, понимаете. Это не вот эти кружочки, это не где родился, где женился, пригодился и так далее. Сколько лет? Мужской или женский пол? На самом деле важно реально лично пообщаться. Да, вы все предприниматели, эксперты, у вас не так много времени, но поверьте, это вложение в ваше будущее. Потому что когда я лично стала общаться со своими ученицами, с экспертами, которые приходят ко мне на наставничество, я поняла просто, что я многое упускала из своего контента, из своих вебинаров, на которых я продаю в том числе. Я только через личное общение смогла понять, офигеть, какая я крутая. То есть они давали мне обратную связь, которую в табличке невозможно увидеть и услышать и прочитать. Плюс глубинный кастдев это не просто, ну вот сколько тебе лет, почему купила, какой результат получила, что на курсе понравилось, что не понравилось, или что на наставничестве понравилось или нет. Глубинный кастдев это, что тебя зацепило в моей личности, почему ты на меня подписалась, почему, в какой момент приняла решение или приняла решение зайти ко мне и так далее. То есть ты гораздо глубже понимаешь свою аудиторию, это очень важно. Это нужно для того, чтобы создавать в том числе продающий контент, полезный контент, и чтобы сформировать продукт, который нужен вашей аудитории. Научиться тотально принимать и любить людей. У кого проблемы с этим, по-честному, с принятием других людей? Угу. А все такие сидят, все такие в принятии. Никогда не говорите такое? Да как так можно? Она что вообще себе позволила? Бывает. Ну просто признаться же не очень, да? Вот. На самом деле я с этим очень глубоко работаю, работала сама лично с собой, через духовного наставника, через работу с мышлением, и в том числе со своими экспертами, которые приходят ко мне на наставничество в том числе, потому что, когда приходят и говорят, я хочу нести пользу этому миру, я хочу светить, я хочу зарабатывать на том, что я помогаю людям, но при этом внутри есть непринятие людей и нет тотальной любви. есть такой конфликт, понимаете, я хочу для людей, но я их не люблю. И вот в этом конфликте больших денег не будет, либо они будут с капельницами, знаете, после запусков. Конечно, про это я могу говорить очень, потому что вообще это база, это база, с которой начинается вообще самая счастливая жизнь, большие деньги, изобилие, любовь, все остальное. Создать вот на основе всего, что я сказала, после глубинных каздевов, после того, как вы научились принимать людей разными, разрешать им быть такими, какие они есть, любить их, а значит, любить себя, потому что все, вот как мы относимся к другим людям, так же мы относимся к себе. И на этом построить продуктовую матрицу, потому что вы только так сможете создать продукт, который необходим вашей аудитории. У кого был опыт, что вы в своих фантазиях создали продукт, основываясь на каком-то внутреннем, на интуиции, и его в итоге не купили, или купили мало. Потому что вы нафантазировали, что это нужно вашей аудитории, вы решили их спасти своим продуктом, вы решили, что им это надо, бери, я сказала, покупай. На самом деле у аудитории нужно постоянно спрашивать, постоянно, и тогда вы будете знать, чего же они хотят на самом деле. Так, тишина. Скажите, пожалуйста, интересно ли вам? Да. Мне это очень важно, прям обратная связь нужна, правда. Дальше. После того, как вы, зная свою аудиторию, когда вы научились любить себя, значит, любить других людей, принимать себя тоже с разными гранями, с разными трещинками, вмятинками и так далее, решите, пожалуйста, юридические вопросы. Потому что многие эксперты до сих пор принимают деньги на карточку, даже крупные суммы. Я давно работаю в Белую, и для меня это было финансовое расширение моего сознания, когда-то выйти в Белую, да, оформить все юридически, оферты, все вот эти истории с кассами и так далее. У меня своя онлайн-школа на гид-курсе и на наставничество. У меня есть еще проект, где я провожу подкасты, видеоподкасты записываю с экспертами, рекламирую себя в соцсетях. Кстати, в Казани можно ко мне попасть без очереди, в Нижнем Новгороде очередь уже на июнь. Вот. И многие, знаете, почему не идут в свой масштаб? Просто суд, что их загребут, понимаете? Вот только так. На самом деле они же хотят больших денег, но не готовы идти в Белую. И это прям такая, не хочу матом ругаться, в общем, обманка себя, потому что на самом деле вы, если не созрели до белых вот этих всех вещей, значит, вы никогда не пойдете к своим миллионам. Вы же интуитивно, ну, вы не идиоты, вы понимаете, где-то там у вас все равно сидит здравый человек, который говорит, ты куда рыпаешься, сейчас тебя заметят и за жопу прихватят, тем более в свете последних событий. Ну, пойдите вы на этот риск. Если вы в себя верите, вы там все распаковали, я вам сказала, что надо сделать, вы в себя поверили. Если нет, приходите ко мне, я вас научу, как это быть в себе уверенным. И если вы верите в себя, то налоги не будут для вас проблемой. Вы заработаете больше, понимаете? Вы не будете бояться этого. Как я брала первого человека в команду и говорила себе, боже, ты чем будешь ему платить, ты сама ничего не зарабатываешь. И каждый, вы знаете, Бог дает зайку, Бог дает и лужайку, чтобы его накормить. Каждый новый сотрудник увеличивал мой доход. Сейчас их там 20 с чем-то, некоторых об глаза не видела. Прокачать самооценности, самооценку, я уже про это говорила. В целом я прям в этом эксперт и знаю, вижу, в чем баг мышления у эксперта, какая программа не дает ему расти. Мы все с вами живем в программах, которые нас когда-то кто-то подстелил, родители, их предки, бывает, что человек, ну, например, слышали такое? Либо бизнес, либо семья. Особенно у женщин есть 100%, у каждой женщины такая проблема. Я хочу проявиться, я хочу идти в свою реализацию, но вдруг у нас будут проблемы в семье. Я 18 лет в браке, один раз, и надеюсь, что на всю жизнь у меня один сын, то есть муж был один, есть и будет, он меня поддерживает очень. И несмотря на то, что я очень быстро расту, ярко проявляюсь, у нас все хорошо, потому что все реально, понимаете? Ну, когда-то мне моя родная сестра сказала, что все бизнес-вумен одинокие женщины. Я взяла и нарушила это правило. Повысить уровень энергии и свое состояние. Вот сейчас скажите, кто-нибудь в теме вот в этой, что суперважно свое состояние качать, просто насколько здесь холодная очень аудитория для меня, я не в своем городе выступаю, да, то есть есть такое, вы понимаете, что выжатый как лимон-эксперт, какая бы ни была продающая презентация, какие бы офферы вы ни написали, если он три часа еле ворочает языком и пытается что-то там продавать, он не напродает. Я сделала запуск, это в нише, творческой нише на 5,8 миллионов, потому что здесь можно похлопать, на самом деле для творческой ниши это очень даже хорошо. То есть я сделала, когда этот запуск, во-первых, я шла там через Аскезу, у меня были впереди машина и Мальдивы, я себе обещала, все исполнила, кстати. Но перед этим что я делала? Как я готовилась к запуску? Я ходила на массаж, на энергопрактики, много гуляла, встречалась с женщинами, с подругами и так далее. Моя команда знает, что я как эксперт буду продавать больше не тогда, когда я буду долго над какими-то процессами, а когда я буду супер отдохнувшая. Я прихожу перед вебинаром, за 5 минут у меня все стоит, букет цветов, водичка, все дела, все для того, чтобы я просто села и начала вот в своем расслабленном состоянии, в кайфушечках вести. Вот смотрите, люди, думаете, хотят покупать из изможденных страданиями людей. Люди покупают энергию, люди покупают образ жизни. У меня ко мне в наставничество зашла женщина, у нее в своей онлайн-школе, я помогаю ей там наладить процессы, но дело не в этом. Я говорю, ты меня купила без разборов вообще, просто взяла и заплатила. Она говорит, я просто смотрю за тобой в сториз, офигеваю, как ты ведешь несколько бизнесов, постоянно путешествуешь по 7 раз в год, где-то там отдыхаешь, просто ты когда работаешь? И вот этот образ жизни, он продает, и это не наигранная, это просто моя реальность, которую я создала. А раньше я была пахарь, не просто, я работала 24 на 7, 365 дней в году. Начать продавать на высокие чеки только после всего этого, когда вы в себе уверены, когда у вас все хорошо, юридические вопросы закрыты, и вы можете совершенно спокойно, распаковав свою экспертность, создав продуктовую матрицу, где есть разные продукты, без всяких вебинаров, без всяких лендингов, без всего, создавая классный контент, продавая. По воронкам, по всему этому, не про это вебинар, выступление, поэтому в целом на автор-пати можете ко мне подойти. Вот, для этих пунктов мне нужна команда. Я свое наставничество продаю без команды. Я немножко, конечно, лукавлю, потому что, ну, понятно, у меня есть команда, и, например, форму на оплату официальную, да, с оферты мне делает команда, но в целом эксперт, который еще не загружен с кучей бизнесов, и не такой расслабленный, как я, он вполне может эту форму сам сделать. Ну, понимаете, это не про, ну, как бы не сложно ссылку на кассу кинуть и все, и оферту туда прикрепить. То есть я могу это сделать, но я не хочу, просто у меня есть команда. Вот, и смотрите, как считаете, легче продать, сколько, давайте посчитаем, чтобы миллион заработать на низком чеке, ну, надо там 100 человек уговорить, да, чтобы они у тебя купили на какой-то низкий чек. А чтобы миллион заработать, легче на самом деле продать либо одному, но это если у вас экспертность только стоит, если вы ее у вас только оценили, либо две продажи по 500 тысяч, либо четыре по 250. Гораздо легче продать четырем людям, чем уговорить 100 человек. Реально через вебинар, пять часов, потом на капельнице, вот эта вся история. Далее шаги по закреплению этого результата и масштабированию. Вот вышли вы на доход, миллион плюс, можно на самом деле 500 плюс уже. И дальше начать делегировать. Упаковывать личный бренд и менять позиционирование. Делать более дорогое. Вот смотрите, это то, чем я занимаюсь. Это моя онлайн-школа по созданию декораций. Это вот, кстати, новинка. У меня сейчас запуск идет. Вот у меня сейчас идет запуск по творческой школе. Я здесь, как эксперт, как наставник. У меня потому что работает полностью команда. Там все делегировано. И вот у меня есть соцсети, где там 35 тысяч подписчиков и так далее. У меня просто много соцсетей. И вот это ведут за меня. Здесь я цветочная фея. Здесь я в таком платьице, нарядная, с распущенными волосами, улыбаюсь, все дела. А здесь я эксперт, который продает наставничество, дорогое личную работу. И у меня в соцсетях я разная. И я не вру, когда я разная, потому что это грани меня. Я обожаю творчество. Я знаю, что это. Я в этом эксперт. А также я эксперт по построению бизнеса, по прокачке мышления, по духовному и личностному росту. Начать лично вести соцсети. Сейчас те, кто SMM продает и так далее, может сейчас меня тут немножко не взлюбить за это. Но на самом деле я очень долго собирала. У меня контентный отдел есть. Работает несколько SMMщиков. Reelsmaker, Contentmaker. Но смыслы, тексты и прогревы пишу только я. Я нанимала и за 100 тысяч, и за 150. Просто понимаете, только я. Вообще, нейросеть, мне пытались загружать мои тексты, чтобы она писала так, как я. Вот, ну, ребят, ну вот просто не, короче, не делайте мозги. Если вы хотите, чтобы аудитория считывала ваш внутренний мир, а я продаю через свой внутренний мир, через свою любовь, через вот эту страсть. Как это может передать нейросеть? Как это может передать какой-то SMMщик? Я даже голосом наговариваю. Единственное, какой вот лайфхак. Я наговариваю голосом, мне нет времени писать. Вот поток идет, а я поточная женщина, как это говорят. В общем, это все про меня. Поток пошел, я говорю-говорю, мне присылают текстом, и я этот текст правлю уже. То есть, ну, так проще, согласны, когда кто-то выгрузил хотя бы в буквы это превратил. Вот. И скажите, вот у кого есть, вот везде вы, вот кто, поднимите руку, хоть один человек, что вы есть во всех этих соцсетях? Я вам скажу по секрету, здесь еще несколько не хватает значков, где есть я. И, естественно, я не знаю, кто там даже выкладывает, но я имею в виду, что кто-то из команды. Не надо делать на каждую соцсеть свой контент. Я вообще могла бы лекцию еще про соцсети рассказать и так далее, но я не буду. В общем, я к тому, что это не так сложно, как кажется, потому что мой девиз сложно от слова ложно, просто пророст, суета, ну, вы поняли. Проявляться максимально. То есть я раньше, когда начинала в 2016 году вести свой блог, я показывала только свои работы, потом только свою экспертность, и потом я удивилась, что я интересна людям. Ну, я была неуверена в себе, мне казалось, что я слишком старая, мне 43 года, минус 8 лет вычтите, и, собственно, поймете, да, сколько мне было лет. Но я почему-то считала, что, в общем, я недостаточно хороша для Инстаграма. И когда я вдруг выставила свою первую фотографию, написала про себя, я собрала там лайки, комментарии и ожила аудитория, поэтому людям интересны люди. У каждого из вас абсолютно, у каждого из вас есть какой-то изюм, на который придет другой изюм. В общем, нужно его показывать. И я где есть? Я хожу на телевидение, я там, где еще, в СМИ и так далее, и провожу подкасты с экспертами. 30% делаю скидку для тех, кто успеет попасть ко мне завтра-послезавтра, потом я уезжаю домой. Соответственно, это не просто видеоподкаст, вы получаете весь видеопродакшн готовый и рекламу, и консультацию от меня. Кто ведет YouTube? Ребят, вы чего? Так, давайте так, а кто хочет зарабатывать вообще на своей экспертности? Давайте еще раз проведем, вы уже передумали вот это после всего, что я тут сказала, да? Уже все, такие нет, слишком сложно. Ну реально, YouTube это супертренд. YouTube это длинная единица контента, в которой вы можете раскрыться. Даже если сейчас там два землекопа, и среди них там ваш сосед или ваша мама, пофиг, выкладывайте, это прокачка вашей публичности, уверенностью, потом поржете, я вообще не могу себя, какая я была раньше и как я сейчас. Я ничего не удаляю, просто кому интересно, зайдите. Если вы наберете Ольгу Ольнева в социальных сетях, я на первой странице буду везде только я, ну со всеми своими социальными сетями, ссылками, с сайтами и так далее. И, соответственно, я веду сейчас, когда-то вела только как творческая личность, сейчас я начала вести как эксперт, наконец-то я позволила себе это. И приглашаю вас на свой YouTube канал, там много полезного для экспертов и по мышлению, там вообще про все. Поэтому он называется Ольнева Про. Спросите меня о чем-нибудь, я вам все расскажу. Вот, ну и давайте еще поактивнее. У кого телеграм-канал хотя бы есть? Ну давайте, вот, ну кайф. На самом деле телега очень круто развивается, очень много фишек, очень много возможностей. И люди смотрят, и люди читают, и люди покупают, даже с низкими охватами. И я заработала в телеграм-канале, я месяц жила в Сочи с сыном, ну просто так решила, что хочу пожить в Сочи. Я буквально недавно оттуда вернулась. И я в расслаблении без команды заработала там полтора миллиона рублей, людей, просто даже не выставив ни одного поста о том, что я набираю на наставничество. У меня скоро стартует групповое еще. И, собственно, люди покупали вот из моего расслабленного состояния через мой контент. Потому что у меня есть своя методология контента, суперсекретная, вот, но очень ценно. Кстати, на Ютубе будет видео, где я ей буду делиться. Начать делегировать. Да, это я, на самом деле, когда я начинала. Я, вот просто мы сидим в кино с мужем или идем на свидание, я пяткой отвечаю в телефоне ученицам или еще кому-то. Просто границ не был расставлен, да, мне днем, ночью звонили там и так далее. Это был трындец. Как он это выдержал и не развелся со мной, не знаю, в общем, памятник при жизни. Но я как только начала делегировать, я начала масштабироваться, расти и так далее. А вообще сейчас я считаю, что я суперэксперт по делегированию. У меня делегируемо все, что только можно, кроме секса с мужем и объятий с сыном. Но это как бы вообще нельзя. Вот, все-таки там есть свои удовольствия. И что хочу сказать. Не бойтесь, берите в команду. Не все же хотят сразу на зарплату к вам. Многие могут, ну, просто почасовая оплата, да, там раз в неделю и так далее. Ну и, конечно, первое, что я делегировала, это уборка дома. Все. То есть освободила себя от чувства вины, что там бардачила, паутина и все дела. Все, приходили в чистую квартиру. Моя женская часть была довольна, мужская тоже. Вот. Постоянно расширяться ментально и энергетически. Кто в теме? Ну скажите, ну хоть кто-нибудь есть, ну пожалуйста. Ну слава тебе, Господи. Ребят, вы совсем холодные. В теме? Конечно. Ну это просто, это суперважно. Вот смотрите, деньги это энергия. Все такие, блядь, опять. Ну правда, деньги это энергия. А то, что мы это придумали, что цифры там в бумажке. Если вы вот такой зажатый весь, одни блоки, понимаешь, куда там придут миллионы-то, в какой сосуд. Если он еще и в дырах весь, в обидах, в недоделанных делах, в незакрытых отношениях. Поэтому постоянно качаем свою энергию экологично. Это тоже целая история, могу просто часами говорить, я в этом тоже эксперт. Расширяемся ментально. Это, конечно, узнаем новое. То, что вы здесь, а не в такую прекрасную погоду. Не гуляете по раскуроченной вашей пешеходной улице, которую мы увидели вчера ночью. Вот. Вы молодцы, вы уже расширяетесь. Вы расширяетесь. Ну и общайтесь с очень энергетичными, энергичными людьми. Узнавайте новое, пробуйте новое. Я что только не пробовала уже, не знаю, на лошадях скачу, пою, танцую, выступаю на сцене. Все люблю, все в жизни пригодится. Постоянно работать над мышлением, расти личность и дух. Меня вот как-то спросили, а почему личность и дух? Вот смотрите, личность можно до такой степени разрасти, вырасти, что ты... Да, придут миллионы, но ты не заметишь, как ты уже на темной стороне. Все есть баланс, да? И в каждом человеке есть тьма и свет. И если ты не будешь питать свет, не будешь расти свой дух, растить, ты с этими миллионами пойдешь в перекосы, ты не заметишь, как тебя вообще не туда унесло. Для меня супер важно. Я духовный миллионер, я постоянно ращу свой дух, постоянно сверяюсь со своим духовным наставником, не пошла ли я в перекос. Но он мне говорит, Оля, у тебя все нормально, у тебя там такая связь отличная. Ну и, конечно, верить в... Ну, не знаю, можете вселенной называть, создатель, бог. Явно кто-то есть, ну, такую игру, в какую мы с вами играем, один человек не может придумать. Вот, и напоследок два совета всем, кто продает личную работу с собой. Я надеюсь, что я вообще замотивировала вас на то, чтобы вы делились своей экспертностью. Потому что, вот смотрите, у многих экспертов просто супер проблема, большой страх. Я еще недостаточный эксперт, поэтому я пойду поучусь, поэтому я пойду еще, еще, еще. На самом деле, у каждого из вас есть уже сейчас уровень экспертности, который кому-то нужен. Вот я когда-то стоила за консультацию 15 тысяч рублей, когда-то мое наставничество стоило 250 тысяч рублей, да. Я расту. Вот на том этапе я была нужна тем людям, которые приходили ко мне на эту сумму. И вы сейчас тоже, у вашей экспертности есть определенная цена, которая может позволить себе человеку, которому нужен ваш уровень. Дальше станете выше, и этой аудитории вы уже не додали. Это не про спасательство, это про то, что не убегайте, признайтесь, что вы сейчас уже можете делиться. Никогда не продавайте с дефицитой нужды. Ко мне приходят наставничества, очень крупные и предприниматели, и эксперты, и так далее. Ну, сильные просто люди, я беру только таких, и они часто не видят, что у них вообще-то все хорошо, и идут продавать из дефицита. Они делали так до меня. Ты знаешь, что это такое, да. И когда продаешь из нужды, люди это считывают. Ты становишься агрессивным в продажах, ты давишь, да, и люди, либо ты прямо вот их дожимаешь, и потом что ты чувствуешь? Ты же в душе-то тебе это не нравится, и ты продал, а тебе хреново. И ты даже вести наставничество нормально не можешь, и лично работаешь тебе плохо. Признайте, что прямо сейчас у вас все хорошо. Вот я не верю, что у вас, кто сюда пришел, не закрыты базовые потребности. Вы бы сейчас бежали, где-то там что-то придумывали, где же заработать, ну, на еду. Если у вас телефон в руках есть, на своих ногах пришли, сидите здесь, на конференции, значит, у вас по сути все хорошо. И, ну, не купят у вас человека, не купят. Дайте вы ему пользу просто с любовью, и вам воздастся. Не от него, а так через других придет. Я тут как проповедник, может, выгляжу, конечно, как скажете, или ничего. Я стараюсь просто и твердый, и мягкий давать, просто оно не работает по-другому. Я сама не хожу к наставникам, которые дают только твердые инструменты, это не работает. Выбирайте сердцем тех, с кем будете работать, и тогда результаты удовлетворят и вас, и их, и действительно, они будут впечатляющими. Не берите всех подряд в личную работу. Если вы видите, человек не откликается вам по душе, тело даже сопротивляется, понимаете, он из вас все соки выжмет. Он сколько бы вам не заплатил, вы будете готовы ему вернуть, еще сверху додать, лишь бы он уже ушел. Зачем? Мало того, у меня есть такие эксперты, которые ко мне приходят. Оль, я пыталась продавать личную работу. Но я так выиграла, что я просто ненавидела людей. Я говорю, потому что ты взяла к себе в работу людей, с которыми ты не хотела искренне работать, не было любви. Я беру только тех, с кем коннект, кайф, ну то есть вот все, ты понимаешь, что тебе только подпушить человек, он уже выстрелит. Зачем брать тех, кто будет вас душить? Пусть они идут к тем, кто готов это терпеть. Вот, и приходите ко мне на бесплатный разбор, с конференции возьму, надо будет написать мне в личку слово «разбор». Я подсвечу ваши темные стороны. Темные не в смысле, в чем вы там накосячили, а в том, почему не растете, в чем проблема. И выстроим стратегию, если у вас есть экспертность, какой продукт сейчас в первую очередь, с чего начинать. Потому что многие приходят, я создала массовый продукт за 15 тысяч рублей, продала на 50 и, в общем, вышла в ноль. Я говорю, кайф, и выиграла, да, выиграла. Потому что не работает. Если маленькая аудитория, ну, мы посмотрим на ваши ресурсы, что у вас есть, какой запуск сделать и так далее. И вообще нужно ли делать запуск. Приходите. И можно попасть ко мне на видеоподкасты в Казани. Я буду еще завтра и в понедельник в профессиональной студии. Где-то это занимает полтора часа. И материалы вы получаете на час. Вообще все подробности пишите тоже мне в личку, слово «подкаст», если тоже хотите. Я вам вышлю просто подробную информацию. Вот. По-моему, это все. Если вам было полезно. Вопросов? Вопросов нет? Да. Если есть вопросы, можно задать. Давайте обладим вопросом. Сколько вопрос? Вопрос нет? Можно я? Да. Как раз выяснили, что это было в религии. Да, вот. То есть у меня именно в религии тоже сейчас, это предприниматели. То есть у меня раньше были такие, ну, Девочки такие, ну, то есть кто только начинает, мне с ними не интересует. Сейчас у меня уже идут с этим мастер, директор, ну, то есть я уже вышла в хорошую нишу. Вот как вы бы посоветовали мне увидеть масштаб именно вот среди этих людей, куда мне идти? То есть я на Литубе, я во всех соцсетях абсолютно. Я кажу на нетворкинге, организовываю сама бизнес-дам. Я тебе просто разрешаю. У тебя нет внутреннего разрешения. Ты хочешь от меня твердых инструментов, а там просто про мягкое. Прям просто разрешить себе, что ты уже достойна, ты выросла. И вот благодаря тому, вот просто мы часто, нам уже тесно в трусиках, они нам малы, но мы еще пытаемся в них ходить. Понимаешь? Ну так ты еще, значит, их не сняла, не переоделась. Ты же чувствуешь, вот мне сейчас вообще не тесно. Я год жила, мне было тесно, мне уже все везде натерло, а я все ходила, потому что я себе не разрешила. Поэтому сделать распаковку, но не протаблю... Ну, приходи, да. Спасибо. Ой, кайф. Мы ехали, да, просто разговаривали сюда, это просто офигенно. В целом, это работа не одного дня, потому что люди привыкли, вообще есть такое мышление, всегда видеть недостаточность, да. И люди что делают? Я недостаточно хороша, поэтому я пойду доучусь. Я недостаточно смелая, поэтому прокачаюсь страх. Я еще там, я отношусь к себе, вообще вся жизнь игра, а я в ней игрок, и я способна докрутить и додавать себе суперспособности, как суперигрок. И вот я додаю не из дефицита себе, а просто добавляю, то есть у меня достаточно, само бытие мое прекрасно, но просто я могу еще вот это, а теперь я тебе подарю вот это, а теперь я сейчас вот это себе добавлю. Следующее, это про личность, потому что когда ты видишь нужду, просто вот запомнить раз и навсегда, если ты видишь дефициты вовне, значит, у тебя дефициты внутри. Вот как научиться? Крыша над головой есть? Есть. Кушать есть что? Есть. Не знаю, сексом занимаешься? Но это же, это же офигенно, понимаешь, у кого-то этого нет, но не смотреть, что у кого-то этого нет, а научиться благодарить. Вот самый короткий путь к изобилию и к пониманию тому, что у тебя все офигенно, это научиться тотально благодарить создателя за то, что у тебя есть прямо сейчас, потому что для тебя это наилучший сценарий развития событий, какой мог быть только. То есть когда мы спотыкаемся, у нас что-то разбивается и так далее, или врезается машина, например, в стол, но мы остаемся живы, мы говорим, боже, спасибо, потому что ты меня просто остановил, там, наверное, был питьец. То есть так работает вселенная, порой нам больно, но она по-другому нас бы не остановила и не спасла. И вот те уроки, которые ты сейчас проходишь, это для твоего роста, и ведь в этом прям ресурс изобилие, но это одним днем не происходит, потому что люди годами живут в дефиците. И начни себе додавать, где не досыпаешь, где не недолюбливаешь себя, чтобы у тебя внутренне вот это вот росло, но это для себя очень коротко. Спасибо большое. Спасибо.